Бублика заберет половину бублика. Может, может, но ведь там еще и другие игроки есть. Сейчас, честно говоря, очень мало таких проектов, которые бы сформировали новый бублик. Маркетологи называют его «Голубой океан», то есть товар или услуга, которого раньше не было. Ну не знаю, вот потребитель один, ты его двоить не сможешь, делишь, и все, потребитель-то один. А сейчас происходит, знаете как, ну вот, к примеру, да, вот потребитель этой книжки кто? Граждане? Ну а конкретно? Деловые люди, наверное, деловые люди. Что делают маркетологи? Они делят деловых людей на сегменты. Первый деловой человек – мужчина, к нему строгий стиль, дорогая кожа, красивая ленточка. И деловая женщина – рюшечки, собачки, кошечки, финтифлюшечки, совсем другой рынок, вы представляете? И этот рынок, вот этот, который, так называемый, деловой женщиной, покупателем, он растет лавинообразно. Поэтому маркетологи сейчас научились совсем работать. То есть если рынок сам по себе маленький, смысл его разбавлять, ломиться туда, там высокая конкуренция, надо создавать новые рынки, да? То есть, ну вот, в этом отношении. Просто такой уж пример, да? Поэтому смысл повторять ходы – нет. Надо придумывать что-то пооригинально, скажем так, да? Иногда бывает даже, что к товару добавишь какую-то услугу, или клиенту сделаешь что-то приятное, и он уже покупает. Не потому что товар, а потому что его обслужили хорошо. Это вот, у меня там есть несколько, если надо, я вам потом покажу. Мы сейчас с вами находимся в индустрии, переходящей от индустрии услуг к индустрии впечатления. Вот Запад уже шагнул, как бы, да? Вот тут вот туризм. Самый классический пример, да? Там, если надо, мы потом с вами, если будет время, леснем. Я просто оттуда пример приведу. Говорит, слушай, зачем я тебе привез этот кальян из Турции? Я же, говорит, его после Турции ни разу не курил. Он, говорит, как лежит, говорит, у меня на полке. А у меня, думаю, просто было такое настроение хорошее. Взял и купил тупо, да? По вот этому всему. Потому что они работают в индустрии впечатления, они создают нам хорошее настроение. Под этим соусом они продают нам свежевыжатые соки, кальяны, турпоходы и прочее, прочее. Дома мы пьем свежевыжатые соки, мы все, да? Дорого, экономим, там еще что-то. А там мы на отдыхе, мы же можем все равно разборить. Мы к тому разговору, с чего начинали. Ага. Разговор, потому что туризм надо создавать для чего? Чтобы было лететь, вот как раз кальянам к этому же пришли. И как раз к этому, да, люди делают стихийные, неосознанные поступки, потому что у них было хорошее настроение. И потом об этом не жалеют. Не выкидывают же они вот с грохотом, правильно, с балкона. Если только жена разве пилинская, ну зачем там, пили сборник там очень много. Да, в тот же такой момент, когда человек купил, например, часы за рубежом, часы. Да, действительно, цена такая, вот бы, смотрим в магазине, здесь тоже такие же часы, но специализируем в магазине, тоже такие часы. В два раза меньше. Ну, зато там лет купил. Зато там купил. Да. А уже они тоже зависят от региона, в котором продают, то есть, когда продают, например, они все-таки видят, какой, какой, какая снижение зарплаты, какие доходы в данном, понимаете? Несмотря на то, что, например, она там, прибыль-мазра маленькая получается, они все равно это дело продают. Например, был, кстати, из области курортный товар. На курорте всегда товарный, почему-то дороже, да? Да. Так, ладно, значит, для тех же самых ТАСС с особой экономической зоной, вот там, где налоговые годы, да, в последнее время государство идет именно по такой тактике. Стараться давать как можно денег напрямую, меньше, меньше напрямую, то есть, уход от прямых субсидий, от прямой финансовой поддержки, да? Сейчас уже несколько лет идет тренд на инфраструктурную поддержку, мы лучше создадим вам условия для того, чтобы вы пришли и разместились, и начали работать, чем субсидии вам будем давать. Мы лучше построим вам дороги, инфраструктуру, допустим, там создадим, да, как появились промпарки первые. Логика простая. В голове приходит предприниматель, хочу открыть производство, дорогу подведи мне, получается, а, сперва землю найди мне, дай какую-нибудь муниципальную, потом дорогу подведи, теперь давай сходи со мной к Фардиеву, надо мне электрику, а теперь сходи со мной к Катюкову, мне надо газ, потому что меня они пинают, они меня в принципе не видят, а ты глава. Приходит к нему один, второй, третий, четвертый, пятый, глава думает, елки-палки, так это что мне, пять дорог, пять труб, пять и чего-то, собирает их всех, говорит, ребят, а может вы просто вместе на одном большом участке, по-соседски, скооперируетесь, даже если у вас не будет какой-то кооперации, а на самом деле кооперация, вот у меня в промпарке, это самый высший пилотаж развития парка, у меня даже, где-то я вам покажу, статья есть про производственную сырьевую из бытовую кооперацию резидентов промпарка, да, это высший пилотаж развития, даже если вы просто друг от друга отгородитесь заборами, и у вас будет, ну, хотя бы одна общая-то дорога, через КПП же вы все равно через один будете выезжать, мне ведь всего лишь одну дорогу к вам повезти к промпарку, одну толстую трубу газа, воды, электрики, я ведь решаю задачу, правильно, мне не пять раз бегать в Кончукову и Фордиву и договариваться с ним, да, а один раз, и много грязи, какая мощность там? Семь раз отмена, 12 лет назад. Ну, эффект масштаба, я вот так вот сказал, да, то есть подвести в один земельный участок, где разместится многих, вот как садовое товарищество, если каждый дачник будет просить землю, где он хочет, это будет бардак, поэтому есть такое понятие, ребят, вот, миллион участков садового товарищества, да, вот, промпарк примерно такой же, и что происходит? Садово, дачники, огородники начинают друг другом дружить, обмениваться средствами производства, семенами, животными, друг к другу в гости ходить, возникает элементарная дружба, добрососедство и кооперация, а производство еще начинает выяснять друг у друга, кто ты чем занимаешься производством, а нельзя ли тебе там такой-то заказ дать? Шикарная тема, а нельзя ли у тебя такой-то заказ дать? А если отношения налаживаются хорошие, представляете, они даже бывают так, Запад к этому уже пришел, некоторые компании, да, пример, вам приведу, наши тоже уже к этому приходят. Слушай, у меня заказ, говорит, есть, я выполнить не могу, кубок-то не порвешь, у меня все станки как бы загружены, да, уже приходит понимание, что не надо брать любой заказ с любой ценой, а важно сохранить имя, РНМ свое, да, перед заказчиком, уж лучше я отдам конкуренту, который соседний сидит, пусть он сделает, он не дозагружен, но я сохраню свое лицо перед своим заказчиком, а то если я обещался, потом, что от этого идет? Затяжка сроков, слушай, ну извини, не могу, да, качество, деньги, потери, зачем крутить отношения, да? Вот они приходят к тому, что, слушай, возьми мой заказ, ты же тем же самым занимаешься, к примеру, да, а ты как потомник когда-нибудь, и честно говоря, вот эти добрососедские отношения, они имеют лавинообразный эффект, потом тот приходит, говорит, слушай, я тебе заказ отдам, ты же мне когда-то отдал, ну, порядочность, она же в перспективе, все равно же, выше, даже слой, можно там чем-то переболеть, какими-то болячками, жадный там, одеял, некоторые на себя потянуть, но люди умные, здравые, взрослые, они понимают, что рынка хватит всем, а отношения они могут как бы все испортить, да? Вот, поэтому на промпарке, вот они вот так вот как бы и стали появляться, да, вот эти промышленные парки, вы уж не помните, о чем мы тут с вами говорили, ну, ладно, оставить денег на развитие, вот если мы берем территорию опережающего развития, все налоговые льготы, а, вот о чем говорят, государство предпочитает, ну, напрямую деньги давать субсидиями, либо строить инфраструктуру, вот эти промпарки, да, либо говорить, я дам тебе льготы по налогу, можешь не доплатить, и вот льготы, вот на мой взгляд, да, самые изящные меры поддержки, государство ничем не рискует, представляете, ничем, если давать прямые субсидии, риск государства есть, а вдруг он не сработал, деньги ушли в пустую, инфраструктура промпарка, да, ну, не хочу, конечно, я вятку опять в пример приводить, да, но это, я думаю, что оно раскачается, да, но у нас много таких примеров, деньги потратили сумасшедшие миллиарды, на строительство инфраструктуры резиденты не пришли, риски есть, есть, а если ты даешь льготы, государство вообще ничем не рискует, если проект не реализовался, государство ничего не приобрело, ну, и, увы, ничего не потеряло, в принципе, да, а вот если проект выстрелил, государство получило то, что хотело, оно получило новые налоговые поступления, оно получило новые рабочие места, оно получило новую привязку к местности, частные инвестиции получило, А если не реализовало, оно ничего не потеряло, но оно и не делало с этим ничего. Поэтому льгота, это очень изящно. Для производственника, это как раз, вот мы говорили с вами о входе в рынок, да, с чем-то новым. Не устали еще? Нет, нет, нет. Перерывы будем делать? Только на 5? Однажды? Хорошо. Значит, вот в новый рынок я вхожу. Мне что важно? Мне важно с конкурентами хотя бы, но некоторое время по цене поконкурировать. Иначе я в рынок не смогу войти. Я вхожу в рынок, продаю товар по 5 рублей, который у меня. У меня он по себестоимости получается 10. Ну как я войду? Это очень сложно. Очень сложно войти с таким перепадом. Мне надо войти по 5 хотя бы. Ну или там по 4,90, как у нас там говорят. По 4,95 войду. Чтобы войти по 4,95, нужно вот это. Налоговая льгота, как возможность, ведь все-таки налогов мы платим очень много. Налогов очень много, предприниматели платят, да? Возможность что-то недоплатить официально, по закону, не скрываясь от налогового, а дано постановление, пожалуйста, законной СССР. Можно, собственно говоря, вот, пример вам, да? Один из проектов, который мы делали, Таткли Макмаш, Челнинская компания, ну, стала Челнинская, пригласили мы ее из Зеленограда, это Московская область, да? Москва, считай уже, да? Вот у нее, обратите внимание, за весь период, за весь период, за 10 лет, мы посчитали, они должны платить в бюджеты всех уровней 208 почти миллионов рублей за 10 лет. Вот они расписаны. Сколько? Федеральный бюджет, естественно, видите, больше всего, да? 130. Фонды, взносы, значит, бюджет субъекта и... Так, сейчас, ну, вдруг, а это что же бюджетные такие фонды? Отчисления фонды? Бюджетные фонды еще и фонды, да? Ну, смотрите, вот в республику 65 миллионов рублей, да? Теперь, вот им дали рьготы 76 миллионов, сопоставьте 208 и 76, это очень близко к 30 процентам, в принципе, да? Представляете, треть налогов разрешается не доплатить этому предприятию, если оно реализует проект, тот, который наметил. Ну, выйдет на те же самые показатели по инвестициям, обороту, людям и налогам, соответственно, да? Причем... Здесь я хотел бы еще просто добавлять, чтобы было понятно. Здесь надо еще назвать цифру, сколько они вложили инвестиций, потому что эта льгота, она зависит, естественно, от объема инвестиций. Конечно, конечно. Вот в данном случае, какая цифра здесь вот? Так, сейчас скажу, у меня где-то было инвестиций, я вам чуть попозже скажу, ладно? Сейчас я не помню, брать не буду. Ну, порядка, я думаю, 80 миллионов, чтоб так было. Предел в стаду. Ну, в стаду, да, 100 миллионов. То есть 100 миллионов положили, а получили рекорд 125 миллионов. 75? Нет, 208 вон там. Это всего надо заплатить, не доплатить 75, и в итоге... А, не доплатить 75. А, я думаю, это вычетная льгота, да? 75, да? Да, это вычетная льгота, да. То есть, грубо говоря, почти 75% от объема инвестиций они вернулись. Шикарно. 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 Так, дальше. И вот теперь, смотрите, мы переходим с вами непосредственно к самому сравнению, да? Вот здесь, в шапочке, вот эти варианты, которые мы с вами набросали. В промпарке, в Тюричар, да? В промпарке в Вятке. Базовая площадка в любом районе, без промпарка. Промпарк в Тассер-Челны. Промпарк, точнее, просто земельный участок в Тассер-Челны, без промпарка. Ну, здесь, как бы, просто действуют льготы, в отличие от вот этого, да? Здесь нет льгот, вроде как, кроме местных, только по земле, да? А здесь все льготы территории опережающего развития. И конкретный участок ВС Алабова. Ну, смотрите, понятно, что у нас лидирует преференциальный режим, да? Тассера и особоэкономической зоны. Меньше всего налога надо заплатить. По базовому варианту, там, 355, а вот в Тассере стоят 196, 194, 134. Вот здесь, кстати, очень близко все, потому что это один и тот же город на самом деле, да? Просто здесь еще в промпарке. Почему в промпарке больше на территории Челнов? Потому что у нас, по-моему... Какой же у нас фактор был? Почему у нас на 2 миллиона налогов? По-моему, из-за сроков строительства. По-моему, из-за сроков строительства у нас был. Так, ВС Алабуга меньше всего налога. Вроде по налогу на прибыль особоэкономическая зона лидирует, да? По налогу на прибыль. В принципе, здесь вот так оно и есть. Потому что у нее все-таки самое интересное плечо налога на прибыль. Ведь в Тассере льготы первые 5 лет 5%, а оставшиеся 10%. ВС Алабуга 12 с половиной с самого начала и как бы вперед, да? Вот. Так. Ну и, соответственно, базовая площадка. У нас налог на прибыль меньше получился даже, чем в промпарке. Обратите внимание. Из-за сроков строительства, подведения коммуникаций и то, что... Так, почему у нас налог на прибыль-то? А, у нас появились свои сети. Мы же в базовой площадке сети строим за свой счет. Они сели у нас на баланс, начали амортизироваться. Амортизация идет в себестоимость, уменьшается налог на прибыль. А вот здесь, в промпарках, все сети муниципальные или чьи-то еще бывают, чтобы быть частные. Мы за них просто платим за пользование, в себестоимость нам их амортизация не садится. Поэтому здесь вот так получается, да? А снижение ставки, возможно, при включении мемората, получается? Значит, что здесь? Можно я еще все-таки хочу у вас сказать? Здесь надо еще одну строчку добавить. Какую? А сколько же все-таки получил налог на прибыль предприятие? Собственник какой получил, выгодил в этом счете? Вот он заплатил... Самой прибыли, да? А? Самой прибыли. Это тоже важный момент, потому что мне не налог, что я заплачу, да? А сколько я буду иметь доход? Да, логично. Ну, здесь мы можем с вами просто умножить на 5, потому что ставка стандартная была 20%, да? То есть вот здесь тоже на 5, и здесь на 5. Вот по сенсорчам мы, здесь сложная ставка. Ну, вот я говорю, надо еще одну строчку сделать, и будет тогда четко видно, какой заход получил. Согласен. Чтобы было видно, от какой суммы посчитался налог, от какой прибыли, да, поддерживаем. Сделаем, в следующей редакции сделаем. Вот, смотрите, да, шкала ставок там налогов на прибыль. Вот ОС Алабуга, ее плавные ступеньки, да? Вот ОС Алабуга, если на 10 лет продление, было 5, потом 10, потом 20, да? ОС Алабуга сперва 2, потом 7, потом 15,5, да? А можно я еще в прошлый слайд, до этого слайд, то, что звездочкой снижение ставки, это при включении, получается, в инвестиционный меморандум? Да, потому что, смотрите, вот здесь уже и так работают преференциальные режимы, а вот здесь, правильно заметили, что я забыл сказать, да? Вот, такая сумма налогов будет, если войти в тот самый инвестиционный меморандум, про который Ольтер Карт говорит, приоритированный этот самый проект, и получить снижение с 20 до 15,5 налога на прибыль. Обратите внимание, цифры уже не такие сразу страшные, да? Вот вам эффект красивый, 363 миллиона или 281, возможно, 60 миллионов не доплатить, это прекрасно. Ну, правда, это за 10 лет посчитано, а, 15, да? Но, тем не менее. Хоть что-то. Хоть что-то, да. Это серьезные деньги, 60 миллионов рублей можно хорошую линию оборудования, на самом деле, закупить, да? Вот, кстати, расшириться. Расшириться, достроить здания на рост. У меня, кстати, на мысль такую навели. Предприниматели чаще всего, когда я с ними обсуждаю, говорят, знаете, что такое ТАСЭР? Вот для нас, да? Мы раньше планировали производственную программу, но у нас не было на нее денег. И мы думали, кредитоваться, не кредитоваться, а тут, увидев, сколько мы сэкономили, мы на такую производственную программу решаемся, потому что мы знаем, что за 10 лет мы эту сумму отбиваем. Вот и все. И мы спокойно, там, где-то хотели купить станочек какой-нибудь, например, универсальный обрабатывающий центр, 6 миллионов рублей, мы его спокойно покупаем, потому что знаем, что у нас на него будет денег. Вот это вот, как бы, очень хорошая такая вот предпринимательская логика, и вот вам заодно и эффект будет. Так, это у нас налог, да? По налогу на прибыль такой же график. Давайте теперь посмотрим, что произошло с налогом на имущество, да? В ТАСЭР Челны налог на имущество по определению ноль, ставка, это предусмотрено условиями. В ТАСЭР Челны и в промпарке тоже самое, потому что это территория. Но считалось, что предприятие зашло в город, в промпарк или в город, подало заявку в муниципалитет на получение ставки резидента ТАСЭР, получило его и начало реализовывать. Вот, как бы, оговориться здесь надо. Воя Салабуга, сумма налога на имущество вот такая, то есть она там ненуливая, но все равно, как бы, скажем так, копеечки почти, да? И, соответственно, вот такие налоги на имущество получается при размещении в промпарке в районе или просто в районе. Но, естественно, под звездочкой я опять привел, что в этих парках имеется возможность применить преференциальный режим регионального инвестиционного проекта, ну, раньше просто я старый, когда название написал, называется он сейчас будет региональный инвестпроект, и снизить ту самую ставку налога на имущество, про которую говорили в 22 раза. Чтобы ставка была 0,1, а не 2,2. И вот тогда, собственно говоря, приближается уже, смотрите, обратите внимание, уже приближается даже к ТАСЭРам по налогу на имущество. Налог на имущество для предпринимателя очень важный налог. Любая купленная позиция оборудования, любое построенное здание, да? А сейчас недвижимость и движимость еще разделены на две части. Льгота по оборудованию по налогу на имущество кончилась. По полной программе сейчас предприятия приговорены, скажем так, да? Поэтому вот этими режимами очень важно пользоваться. Ну, это, соответственно, как у нас ползет налог на имущество. Знаете, да, почему снижается? Среднегодовая стоимость имущество уменьшается всегда путем амортизации. Соответственно, налог снижается потихонечку. Вот, и, соответственно, вот в 26-м году... А, в 26-м году вот у нас ТАСЭР, Челнинский долг, да? Здесь не видно, но вот ТАСЭР Челны полз до 26-го года 0, и потом резко вскочил, потому что кончились эти годы ТАСЭРы. Если же они будут продлены, ну, еще на 5 лет, а Челны ТАСЭР созданы с правым продлением еще на 5, то есть, может быть, 15, соответственно, он будет где-то здесь уже. Так, давайте посмотрим, что произошло. Я его по старинке назвал, единый социальный налог, так проще. А если уж по-научному говорить, взносы на обязательное пенсионное медицинское социальное страхование заработка... Сотрудник, а? Много писать надо. Много писать надо. Много писать надо. Да, я тоже полюбился. Поэтому здесь вот такой, да? Ну, это вот они вот, взносы. Вот здесь написано. Так, смотрите, что произошло. ТАСЭР, понятно, у нас лидирует, потому что там ставка 7,6, да? Значит, промпарки. Промпарки. У них примерно близко и одинаково друг к другу начисляются взносы по ставке 30,2, да? ВС Аладуга сумма самая большая. А вот теперь вопрос со звездочкой. Почему? Отличие не вот от этих вот, спрашиваю, здесь льготы. Здесь 7,6 ставка. Не знаете, почему вот здесь вот такие отличия? Между просто в муниципальном районе и ОС Аладуга? Нет никаких версий. А ОС отделяется, может, чем-нибудь? Свою управляющую компанию, все это? Нет, нет. Или не входит в муниципальное образование что-то? Ой, вы знаете, все банально и страшно. У них очень высокая средняя заработка на ОС Аладуга. Помните, да? Надо из других городов приезжать, чтобы поработать в ОС Аладуга. Там пошли нездоровые процессы конкуренции между резидентами.